здравствуйте мои дорогие подписчики и те кто любит вкусно покушать с вами Евгений канал еда от луча у нас идет пост и сегодня мы приготовим постные щи из квашеной капусты с картофелем значит рассчитаны на 8 порций для этого нам понадобится квашеная капуста вода мы уже в кастрюлю налили 2,5 литра картофель морковь лук чеснок томатная паста 2-3 столовых ложки зелень сол по вкусу перец по вкусу лавровый лист растительное масло 4 ложки для обжарки всего вот и так мы сейчас все подготовили нарезали уже все натерли значит сейчас мы поставим 2,5 литра воды кипятится тем временем квашеную капусту хорошо ее отожмем вот и разогреем сковородку нальем немного растительного масла и горячее масло выложим капусту и будем тушить помешивая на среднем огне около 10-15 минут ну чтобы она немножко как бы припустилась вот в дальнейшем мы также на сковородку нальем масло и разогреем и положим значит лучок и морковочку обжарим потом добавим томатную пасту и будем тихонечко все делать и вы все увидите сейчас начну промываем капуточку разогреваем сковородочку и капуточку обжариваем на сковородочке мы добавили столовую ложку масла на сковородку сейчас она немножко раскалится капуточку мы уже отжали сок мы не выливаем и нам пригодится если понадобится закислить щи но это впоследствии покажу у нас уже вот кастрюлька стоит там кипит так сказать закипает водичка у нас все у нас готово ждем пока у нас раскалится сковородочка от маслица у нас разогрелось видите мы перекладываем туда капуточку ручки моем они у меня все красные потому что свеклу еще параллельно делаем у нас осталось немножко водички мы оставим для закисления капуточку мы томим на среднем огне около 10-15 минут вот вода у нас уже закипела практически сейчас мы добавим туда картошку вода у нас закипела выкладываем нашу картошечку туда доводим до кипения и варим картошку 15-20 минут пока у нас закипала картошка 15-20 минут как раз мы это время перепустили капуточку и сейчас мы капуточку закладываем непосредственно кастрюлечку пока у нас это все варится мы добавляем столовую ложку масла на сковородку опять засыпаем наш порезанный лучок обжариваем ее до золотистой корочки ну не золотистая практически при этом щи мы переводим на маленький огонь чуть чуть больше маленького доходя до среднего они подкипают сейчас мы буквально 5-7 минут пассируем лучок добавляем морковку томатную пасту и добавляем все это в щи добавляем к лучку морковочку нашу морковочка с лучком у нас припустились и мы добавляем 3 ложки томатной пасты как раз у нас все остатки томатной пасты и кончились так так Смотрите продолжение в следующей серии. Смотрите продолжение в следующей серии. Даем щам еще 5-10 минут покипеть на среднем огне. За 5 минут до готовности кладем пару лаврового листа. Пробуем на соль. Добавляем соль по вкусу. Смотрите продолжение в следующей серии. Добавили соли и терчика. Я добавлю пол чайной ложечки. Даже четверть чайной ложечки. Поперчить, кто хочет себе позже. Щи у нас получились насыщенные, кисленькие, вкусненькие. Но мы дадим им еще настояться. Как положено, я их выставлю сейчас на веранду с дома. Они остынут. Там у нас сейчас минус 7. Немножко может даже подзамерзнут. И станут еще более вкусными и насыщенными. Просто мы их потом достанем. Будем разогревать и кушать. Поэтому не сразу нальем в тарелку, а подождем. Итак, до завтра. Добрейшее утро. И вот щи у нас отстояли ночь на веранде. Слегка подмерзли. Посмотрите, какая вот у них густота. Какие они вот вкусные. Сейчас мы вот себе положим. Так сказать, щишек кислых. Разогреем. Вот такую вот прелесть. Попробуем и вам скажем. Вот какое вкусное блюдо у нас получилось. Большое спасибо тем, кто сделал прекрасный рецепт. И нашел я его на просторах ютуба. Сейчас мы при вас попробуем. Очень нежненькие. Очень вкусные. Я бы даже не сказал, что это даже постные. Но очень вкусные щи. Всем рекомендую. Колокольчики вверху. Подписывайтесь. Лайки внизу. С вами был Евгений. Не да, от луча. Всего вам самого наилучшего. Приятного аппетита, как говорится. До новых встреч. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Продолжение следует...